Они отказались от зависимости и теперь живут творчеством. Авторы картин пациенты с алкогольной и наркотической зависимостью, которые уже прошли или еще проходят программу реабилитации. Большинство из художников до выставки не держали кисточку в руках, но картины, которые они написали, достойны восхищения. Ольга Ядрышникова она попросила не показывать. Ее лица для экспозиции с чистого листа написала сразу две картины. Были задумки, такие вот творчества, и я нарисовала две картины. Мне очень понравилось. Вот какие были, что на душе, внутри, вылила в творчество. В экспозиции с чистого листа 30 картин. Как рассказывает организатор выставки и автор нескольких полотен, в прошлом тоже зависимая Антонина Головатая, арт-терапия помогает начинающим художникам держаться в трезвости. В каждом человеке есть потребность в самореализации, и зависимые люди, они, к сожалению, реализуют какие-то свои чувства не в очень продуктивной форме с помощью наркотиков. А когда люди перестают употреблять наркотики, у них все-таки есть какое-то внутреннее напряжение и творчество, оно помогает им в хорошее русло направить всю эту энергию. Ирина Амелина покончила с наркотиками пять лет назад. Переехала из Москвы в Сочи. Говорит, море вдохновляет. И на жизнь без наркотиков, и на творчество. Первое, что нарисовала мчающуюся лошадь. Ирина говорит, поняла, что нужно ставить цели и добиваться их, несмотря ни на что. Сейчас на данный момент я учусь, тоже на психосоциального педагога, поэтому я думаю, что рисование мне пригодится. И тоже элементы арт-терапии. Поэтому это будет, да, помогать в моей будущей профессии. Картины, символизирующие счастливый путь исправления, смогут посмотреть все желающие абсолютно бесплатно. Три дня с 8 по 10 августа в творческой студии Оли Лукоя. По словам организаторов, выставку полезно будет посмотреть всем в качестве профилактики, чтобы еще раз понять. Каждый человек – это художник своей жизни. И то, какими красками она будет наполнена, зависит только от нас самих. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.